Меня зовут Паттай Ивана Дмитриевна, я являюсь методистом издательства просвещения по китайскому языку. Тема нашего вебинара сегодня – формирование и совершенствование социо-культурной компетенции ВМК «Время учить китайский язык». Вначале мне хотелось бы дать некоторую вводную информацию о нашем ВМК. Позвольте представить вам ведущего автора с российской стороны «Линию МК «Время учить китайский» и Сизова Александру Александровну, руководителя авторского коллектива «Линию МК». Александра Александровна – кандидат исторических наук, учитель высшей категории, доцент школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики, учитель практик китайского языка и страноведения школы номер 548, а также руководитель направления китайского языка Ассоциации учителей иностранных языков. На данном слайде вы можете видеть всю серию ВМК «Время учить китайский» с 5 по 9 класс. И поговорим об особенностях нашего учебного пособия. В 2016 году на учебнике были получены положительные заключения научной, педагогической, общественной экспертизы на предмет соответствования требования федерального государственного образовательного стандарта. Также в 2016 году экспертизу успешно прошли и электронные учебники. Но, как вы знаете, в 2017 году не был сформирован федеральный перечень учебников, и поэтому издательство приняло решение выпускать их в качестве учебных пособий. Учебный курс «Время учить китайский» создан совместно с китайским издательством Peoples Education Press. Говоря об особенностях УМК, необходимо упомянуть соответствование требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Использование материалов данного учебника в учебном процессе направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Также это коммуникативно-когнитивный подход к изучению китайского языка, преемственность и завершенность в обучении китайскому на всех этапах обучения. Также, как вы знаете, китайский язык очень тесно связан с культурными особенностями этой страны, поэтому изучать язык в отрыве от культуры практически невозможно. Об этом мы как раз сегодня и поговорим. В УМК присутствует реализация обучения на основе диалога культур России и Китая. Также автор учебного пособия Сизова Александра Александровна не только высоко квалифицированный востоковед-китаист, но и учитель практик с большим опытом работы в школе. Поэтому методический аппарат полностью соответствует традициям российской педагогики и целям современной школы. Линия УМК последовательно готовит к сдаче основного государственного экзамена ОГЭ, а также по окончании девятого класса учащиеся должны владеть китайским языком на уровне, достаточном для успешной сдачи квалификационного экзамена по китайскому языку HSK как минимум третьего уровня, а также международного экзамена US Chinese Test. Перейдем к составу УМК. В него входит учебное пособие, рабочая тетрадь, прописи, электронная форма учебника, а также книга для учителя, аудиокурс и рабочие программы. Как видите, здесь значками на слайде отмечены книга для учителя, аудиокурс и рабочие программы, которые доступны для бесплатного скачивания на сайте издательства просвещения. Рабочая тетрадь необходимый компонент УМК, и она полностью дополняет учебное пособие. В рабочей тетради представлен комплект упражнений, которые поурочно сочетаются с содержанием учебника. Цель заданий – помочь учащимся овладеть материалом урока. Каждому уроку дается в среднем от 6 до 8 заданий, а виды упражнений меняются с увеличением сложности содержания книги. Рабочая тетрадь может применяться как для самостоятельной работы, а также некоторые упражнения могут быть выполнены в классе под руководством педагога. Виды упражнения, содержащиеся в рабочей тетради, направлены на формирование коммуникативной, фонетической, лексической, грамматической, иероглифической, а также социокультурной компетенции, а также навыков говорения, чтения, письма, перевода и метапредметных навыков. На данном слайде вы можете видеть пример из рабочей тетради. В нее включены как стандартные привычные упражнения на восстановление пропущенных слов, перевод предложений или новых слов урока, работа с новыми иероглифами, а также игры, проектная работа и коммуникативные упражнения с использованием рабочих листов. Другим необходимым компонентом УНК являются прописи. На данном слайде вы можете видеть пример. Учащиеся уже с первых уроков начинают изучение новых слов, отрабатывают их в написании в прописях. Как вы можете видеть на данном слайде, в начале происходит знакомство с основными чертами китайского языка. Их название дано как на русском, так и на китайском языке. И далее учащиеся прописывают их сначала по трафаретам, затем самостоятельно. На данном слайде вы можете видеть пример работы с новыми словами урока. Каждая таблица включает в себя новый иероглиф, его чтение пеней, также количество черт в иероглифе и последовательность их написания, а также трафарет в розовом и сером цвете и свободные поля для самостоятельного прописывания дома или в классе. Также в конце каждого урока проходит отработка новых слов, как вы видите на картинке справа. Учащиеся должны самостоятельно вспомнить перевод и также еще раз закрепить и повторить написание иероглифа. Также в конце учебного пособия даны дополнительные свободные клетки для различных заданий, самостоятельного прописывания, возможно выполнения каких-либо проверочных или контрольных работ, творческих заданий или авторских заданий учителя. Давайте перейдем к нашей теме сегодняшнего вебинара «Формирование и совершенствование социо-культурной компетенции ВНК «Время учить китайский». Здесь хотелось бы сказать, что язык – это носитель культуры и в то же время без культуры невозможно понять язык, поэтому учебные пособия должны в обязательном порядке содержать в себе информацию о его культурной составляющей. Учитывая тот факт, что данная серия разработана для обучения школьников за границей, а также принимая внимание пожеланий иностранных педагогов, действие сюжета разворачивается вне Китая, поэтому учащиеся не будут перегружены культурными особенностями страны, но также в серии «Время учить китайский» культура Китая представлена различными способами. Это содержание основных диалогов главных героев, тексты, написанные на родном языке обучающихся, в которых представлены определенные аспекты китайской культуры, а также упражнения на фонетику, грамматику и письмо, и справочные материалы для учителя. Также нужно сказать, что основные диалоги являются источником культурных знаний. В них содержатся культурные особенности, как, например, в пятом классе культура приветствия или на данном слайде вы можете видеть пример из седьмого класса, в котором учащиеся говорят о традиционном китайском костюме. Но раздел, на котором хотелось бы остановиться поподробнее, называется «Изучаем культуры России и Китай». Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, обучение китайскому языку должно включать формирование социокультурной компетенции школьников. И с этой целью в каждый урок раздела включен глинго-астроноведческий модуль «Изучаем наши культуры России и Китай». В нем содержатся сведения о культуре и традициях не только России, но и Китая. И мы считаем, что именно сравнительный подход позволяет наиболее продуктивно развивать у обучающихся аналитическое мышление, умение находить сходства и различия в двух культурах, а также выбирать наиболее разумную стратегию поведения и способы общения в ситуации межкультурного взаимодействия. Таким образом, в работе с данным модулем учителю необходимо делать акцент именно на использовании сравнительного подхода при изучении материала данной рубрики. Как вы могли заметить, на данных слайдах рубрика «Изучаем культуру» охватывает довольно обширные темы. На данных слайдах были примеры из пятого класса. В основном это блоки, направленные на чтение и последующее обсуждение. Но уже в шестом классе появляются блоки с вопросами для размышления или проектной работы на заданную тему, как вы можете видеть на картинке справа. Изучение данного материала может быть построено на вопросно-ответной основе в построении сравнительных таблиц, обсуждений в парах или группах. Применение такого подхода позволяет развивать у обучающихся аналитическое мышление и умение находить различия и сходства. Здесь вы также можете увидеть примеры раздела «Изучаем культуру» из шестого и седьмого класса. И с материалом по страноведению Китая отлично сочетаются такие виды деятельности, как учебное исследование, проект, подготовка презентации, видеоклипов, групповая работа, а также просмотр видеоматериалов с последующим критическим осмышлением и обсуждением. Также необходимо сказать, что по мере изучения с каждым годом меняются и усложняются темы. На данном слайде мы видим пример темы «Охрана окружающей среды» в седьмом классе. Также в старших классах появляется больше творческой и проектной работы. Ученики самостоятельно ищут и готовят информацию на определенную тему, проводят собственные уроки культуры, проводят презентации всему классу. И начиная с восьмого класса содержание уроков расширяется за счет тем, связанных с развитием общества, культуры и окружающей среды. И подача данных осуществляется на основе критического мышления, анализа, сопоставления, рассуждения. В данном классе школьники обсудят такие темы, как проблемы взаимодействия поколений, сходство и различие культур, современные взгляды на уход за внешностью, здоровое питание, экологические условия населенных культур в России и в Китае. Здесь вы также можете увидеть примеры из восьмого класса. Например, задание «Хорошо ли ты знаешь свой город?» Учащимся нужно будет провести виртуальную экскурсию по городу, в котором они живут, подготовить иллюстрированную презентацию. И рассказать ее на китайском языке. На данном слайде вы можете увидеть примеры из девятого класса. Рубрика сохраняется на протяжении всего периода обучения. Например, ученики могут подготовить рецепт блюда китайской кухни, найдя его в интернете или узнав у знакомых, и попробовать приготовить блюдо дома, снять видеоролик для одноклассников, подробно комментируя по китайски процессу приготовления блюда. А затем на уроке показать свои видео одноклассников и провести совместное обсуждение. Другое интересное задание из девятого класса – это конкурс чтецов. Здесь нужно сказать, что учащиеся к девятому классу уже будут к нему готовы, ведь на протяжении всего периода обучения они знакомились с китайской поэзией, учили стихотворения, песни в разделе «Знакомимся с фонетикой» или «Слушаем и тренируемся», о котором мы как раз поговорим дальше. Раздел «Знакомимся с фонетикой» присутствует в пятом и шестом классе. Далее он меняет свое название на «Слушаем и тренируемся». В него входит… Это своего рода культурная шкатулка УМК. На уроках учащиеся читают и слушают и исполняют различные литературные и музыкальные произведения Китая. В данных упражнениях представлены материалы для тренировки фонетики, которые могут быть использованы в качестве обязательного источника зданий о культуре. В пятом классе они в основном представлены стихотворениями и песнями, как вы можете видеть в примерах на слайдах. К ним прилагается написание иероглифами, пени, перевод, а также все стихотворения и песни записаны на аудио. В шестом классе этот раздел также представлен песнями, стихотворениями, но и в некоторых уроках мы можем увидеть, например, загадки, как представлено в примере на слайде. Нужно сказать, что это значительно повышает интерес у обучающихся, ведь потом они могут загадывать загадки своим друзьям, испытая, например. Также любимый блок учащихся – скороговорки, который не только тренирует произношение и фонетику, но и играет своего рода развлекательную роль. Ученики могут соревноваться в скорости и впоследствии развлекать своих друзей или родителей. Также в шестом классе раздел представлен китайскими пословицами. На примере вы можете видеть китайские пословицы о здоровье. В седьмом классе данный раздел называется «Слушаем и тренируемся». Он также представлен различными песнями и стихотворениями. Это могут быть как старинные песни, так и современные стихотворения. В седьмом классе учащимся предлагается учить их наизусть. К упражнениям также есть аудиозаписи. Они представлены в виде иероглифов с транскрипцией и переводом. Также присутствуют скороговорки. Раздел может быть представлен загадками и анекдотами. Также эта рубрика сохраняется и в восьмом, и в девятом классе. Учащиеся читают и на усмотрение учителя разучивают их наизусть. Здесь вы также можете видеть примеры скороговорок в восьмом классе. Песни, современные стихотворения в девятом классе. Следующий раздел, о котором хотелось бы сегодня поговорить. В каждом разделе учебника содержится вступление. Оно есть в начале каждого раздела и каждого урока. Так, например, учебное пособие пятого класса начинается такими картинками с картами и культурными особенностями Китая, которые предлагается изучить учащимся. В шестом классе можно встретить информацию о праздниках в начале урока. Например, название традиционных праздников. Новый год, Рождество, праздник весны, праздник середины осени. В седьмом классе мы можем увидеть особенности традиционного и современного цепа. также поздравительные фразы для открыток на китайском языке. В восьмом классе учащиеся могут почитать о гриме в пекинской опере и даже о техниках и этапах изготовления маски. Также на изображении справа вы можете увидеть афишу спектакля театра пекинской оперы, что также способствует изучению интересных моментов, связанных с особенностями китайской культуры. В каждом разделе учебника имеются упражнения. Их задача – формирование культуры умственного труда учащихся, способности добывать знания, ставить задачи и находить способы их реализации. Помимо рубрики «Изучаем культуру России и Китая», этому способствует упражнение «Учимся вместе и обсудим», о которых как раз хотелось бы сейчас поговорить. Например, в пятом классе учащиеся могут выбрать себе китайское имя или обсудить особенности отличия китайских имен и европейских. Эти задания присутствуют в самом учебном пособии. В примере шестого класса мы изучаем иероглиф «Счастье». Учащиеся рисуют его, а также обсуждают с одноклассниками различные традиции, обычаи и встречи, праздника весны в Китае. На примере справа учащиеся в группах составляют меню ресторана китайской кухни, используя традиционные китайские блюда. Также в седьмом классе появляется еще больше творческих и разнообразных упражнений. Например, на изображении слева учащимся предлагается выписать, выписать название десяти национальных напитков разных стран мира по-китайски и также обсудить это в классе. На изображении справа вы можете видеть пример рубрики «Обсудим» в седьмом классе. Она представлена в виде диаграммы и таблиц с опросами. Так учащиеся не только выполняют упражнения, но и изучают особенности жизни своих ровесников из Китая, сравнивая их с особенностями и реалиями жизни в России. Такая работа может быть организована в виде обсуждения в группе или подготовки с настоятельного монолога по заданным вопросам на основе диаграммы. Так, в примере учащиеся изучают опрос китайских школьников и затем проводят собственные исследования по данным среди учеников своей школы, а затем представляют свои результаты в виде такой же таблицы или круговой диаграммы. На данном примере в рубрике «Обсудим» учащимся предлагается сравнить опрос учеников из города Ухань о наиболее интересных для них профессиях и также рассказать о своих предпочтениях. Или, например, ученики обсуждают особенности проведения досуга на выходных в Китае и в России, обсуждают, какая информация их удивила и чем отличаются занятия в России и в Китае. Также обсуждение может проводиться в виде дискуссии в классе или подготовки самостоятельного сообщения продолжительностью 1-2 минуты. Также в седьмом классе в рамках рубрики «Обсудим» мы видим примеры текстов исследований, посвященных какой-либо культурной теме, которые также могут проводиться в виде дискуссий в классе. Например, участники исследуют, как празднуют Новый год и Рождество в разных странах и затем обсуждают, дискуссируют на тематические вопросы. А затем результаты обсуждения представляют в виде иллюстрированных постеров или электронных презентаций, которые комментируют на китайском языке. На примере справа ученикам предлагается ознакомиться с результатами исследования популярности ресторанов быстрого питания в Китае. И затем результаты обсуждения они также представляют в виде сравнительной таблицы. Также в седьмом классе в рамках рубрики «Учимся вместе» в упражнениях представлены различные задания на работу в группе. Например, задание «Мир деликатесов», в котором учащиеся работают в группе и исследуют, что предпочитают есть на завтрак, обед и улью люди в определенных регионах или странах. Затем они консультируются с учителем, спрашивают друг друга или используют ресурсы в интернете. А затем каждая группа представляет результаты своего исследования классу и проводит небольшую дискуссию о взаимосвязи кулинарных предпочтений и жителей определенных регионов или странах с бытовыми привычками и образом жизни. Здесь могут быть применены различные сюжетно-ролевые и сценарные игры, которые нацелены на активизацию умственной и речевой деятельности школьников. Различные упражнения с представлением культуры России и Китая также присутствуют и в восьмых, и в девятых классах. Например, в восьмом классе учащимся предлагается пословить отрывок из скрипичного концерта Лянзу, а затем поделиться своими впечатлениями с одноклассниками, представив это в виде небольшого сообщения по-китайски. А в одном из примеров из девятого класса ученики ищут название иностранных блюд на китайском языке и соединяет их с словостороной происхождения. Также в учебных пособиях присутствует раздел «Приложения», в котором ребятам предлагается поиграть. Например, в пятом классе они могут сделать китайский веер, в седьмом знакомятся с китайским искусством художественного складывания бумаги, и в том, что учащиеся также содержат в себе различные упражнения на социокультурную компетенцию. Например, в пятом классе есть задание «Имена», в котором учащиеся также составляют списки китайских и русских имен и ищут сходства и различия. Или, например, упражнения на узнавание различных достопримечательностей Китая. Задания в рабочей тетради, имеющие культурный компонент, разделяются на практические и творческие. Практические задания в шестом и в любом другом классе могут быть даны в качестве домашней работы, когда ученики самостоятельно ищут запрашиваемую информацию в интернете или в книгах, или, например, могут выполняться непосредственно на уроке. Например, такое упражнение в шестом классе – «Новогоднее поздравление», когда ученикам нужно найти информацию о том, какие фразы используют китайцы при поздравлении с праздником весны. Ученики могут составлять открытки и затем поздравлять друг друга. Также на данном слайде вы можете видеть пример творческого задания из шестого класса. Учащимся предлагается поработать в парах, найти информацию о погоде в каком-либо регионе Китая и сравнить эти данные с погодой в своем регионе, сделав небольшую сравнительную таблицу на китайском языке, дополнив ее фотографиями, а затем продемонстрировать ее классу и дать комментарии. Такие упражнения развивают интерес учащихся и также помогают им лучше понять культуру изучаемой страны. Также на данном слайде вы можете видеть примеры упражнений из рабочей тетради 7 класса. Учащиеся в парах обсуждают характерные черты традиционного китайского жакета или в творческом задании, работая в группах по 3-4 человека, готовят яркий видеоролик на китайском языке о популярных напитках России и Китая. Такие упражнения также могут быть проведены как в рамках самостоятельной работы, так и в виде групповых проектов. Другим необходимым компонентом, в котором также содержатся дополнительные тексты для расширения страноведческого блока, является книга для учителя. В материалах некоторых уроков не предусмотрено рассмотрение специальных страноведческих тем, однако в учебном пособии книги для учителя имеются материалы, которые преподаватель может использовать по своему усмотрению в случае, если ему позволяет время или требуется разнообразить учебный процесс. В книге для учителя могут содержаться дополнительные задания или тексты, направленные на более глубокое изучение культуры Китая. Таким образом, лингострановедческий модуль оказывается действием педагогам в решении следующих задач. Это достижение метапредметных результатов через формирование универсальных учебных действий и межпредметных понятий, развитие мотивации к учению, развитие интеллектуальной и творческой деятельности, развитие патриотизма и уважения к своему отечеству на основе сокставительного анализа представленных явлений в культуре России и Китая, также воспитание толерантного отношения к представителям иной культуры, уважение традиций страны изучаемого языка, развитие навыков смыслового чтения, развитие критического мышления, развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, способности аргументированно высказывать свою точку зрения, развитие навыков проведения учебного исследования или работы над проектом и представления своих результатов в различных формах, а также организация групповой деятельности обучающихся и их коммуникации в процессе совместной работы и применение полученных знаний непосредственно в практической деятельности. На данном слайде вы можете увидеть выпущенные УМК 5, 6 и 7 класса, а также компоненты к ним, которые доступны в официальном интернет-магазине издательства просвещения. На данный момент вышли учебные пособия по 5, 6 и 7 классу. К ним также вы можете скачать аудиозаписи, они находятся в бесплатном доступе на издательство просвещения, а также рабочие программы. С 5 по 9 класса они также находятся на сайте издательства просвещения, вы можете бесплатно их скачать. Выпуск учебных пособий, рабочих тетрадей и прописей к 8 и 9 классу запланирован на лето 2018 года. Также мы хотели бы пригласить вас на открытый урок с просвещением по китайскому языку, с использованием электронной формы учебника. Открытый урок проведет Четинкина Оксана Борисовна 12 марта. Зарегистрироваться на открытый урок вы также можете в разделе вебинары по китайскому языку. 16 марта пройдет авторский вебинар Сузова Александры Александровны на тему «Предметная линия ОМК «Время учить китайский» и особенности формирования лексической компетенции при изучении китайского языка в основной школе». На данный вебинар вы также можете зарегистрироваться в разделе вебинаров по китайскому языку на сайте издательства. Также хотим познакомить вас с порталом по китайскому языку на сайте иностранных языков просвещения. Там вы можете найти всю необходимую информацию об особенностях учебно-методического комплекса «Время учить китайский», записи всех вебинаров и видеолекций, последние публикации, а также всю информацию об авторе и апробации учебника. Также мы присутствуем на сайте Facebook. У нас есть своя группа «Время учить китайский», а также общий портал по всем языкам просвещения иностранной языки. Присоединяйтесь, там мы также публикуем актуальную информацию по всем мероприятиям предательства по китайскому языку. Также мы присутствуем в Инстаграме и Твиттере. Там также публикуем всю актуальную информацию по будущим и прошедшим мероприятиям. Хотим пригласить вас стать автором нашего журнала «Иностранные языки». В нем вы можете подготовить свою статью по использованию МКАВРИ «Научить китайский». Публикация бесплатная. Автору статьи выдается сертификат. С условиями публикации вы можете ознакомиться на сайте журнала «Иностранные языки просвещения». На данном слайде представлены все необходимые контакты Центра лингвистического образования, издательства «Просвещение», наша почта, телефоны, а также моя контактная почта. Я являюсь методистом по китайскому языку. Ко мне вы можете обращаться по всем вопросам, связанным с проведением мероприятий и любыми другими вопросами по китайскому языку. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Продолжение следует... Благодарю вас за внимание. Будем рады видеть вас на следующих вебинарах.